Звезда в городе Ну что, конечно, изменился. Мне кажется, что я стал немножко лучше играть, нежели 20 лет назад. Ну как-то так. Как-то распелся вдруг. Хотя одновременно с этим диапазон так сжался голосовой. Ну, конечно, время есть время, да. Да. Вот смотрите, а в 80-е годы прошлого столетия, вот рок был... Развеселые. Ну это понятно. Но рок был каким-то вот подпольным таким, андеграундным, да? Вот в последнее время все равно ситуация же поменялась, да, в связи с политическими какими-то моментами. Вот некоторые критики говорят о том, что рока сейчас просто нет. Он умер. Вот как вы воспринимаете это? Да никак не воспринимаю. Я как-то к критикам вообще не прислушиваюсь. Ну вы так не считаете? Да я вообще ничего не считаю. Я играю себе, играю. Я и 30 лет назад играл, и сейчас играю. И как-то особо так я и в своих пристрастиях не поменялся. Может быть, даже они и расширились у меня. А то, что критики там вякают, да бог с ними, им же нужно тоже что-то есть. Вот они и идут. В критике ведь кто идет? Неудавшиеся музыканты, музыкальные критики. Это же известно. Или вообще кто играть не умеет. Попробовал, не получилось. Сказали, слушай, не играй. Ах так, тогда я вас всех обосру. И давай писать всем. Для меня гораздо важнее мнение... Своих собратьев? Конечно, конечно, конечно. Мнение там собратьев, братьев, коллег, как угодно можно называть. Вот это для меня важно. А то, что это критики. А спроси их тупо, что такое рок-музык. Они же запутаются. Субтитры создавал DimaTorzok А вот как вы считаете, рок-звездой в то время проще было стать или теперь? Ну, я не знаю. Я в то время не был рок-звездой. Я не знаю, что сейчас происходит. То есть вы вообще как-то к этому стараетесь касаться? Я иногда щелкаю каналы или там смотрю какие-нибудь в интернете, какие-нибудь новости. Там читаю вот такие-то вот звезды, такие звезды. Я к стыду своему не знаю никого. Кто эти люди и какую роль они сыграли в жизни графа Калиостро. Сыграли ли вообще? Я ничего не понимаю, что происходит. А почему так? Меня гораздо больше интересует последний альбом Тома Петти. Очень красивый. Меня гораздо более интересует... Я заказал пластинку замк руки на волчь, которая должна ко мне вот-вот должна прийти. Вот мне она гораздо... Я вот живу с ожиданием, когда мне ее привезут, и я поставлю ее, иголочку опущу на нее. И вот это мне интересней гораздо. Это какие-то несравнимые вещи. Раньше как-то люди играли за совесть, за честь, я не знаю. За музыку рубились в основном. В 99% люди рубили, да, наверное, даже и 100% люди рубили за музло. Или, по крайней мере, мне так кажется сейчас. Но как-то вот груб же было немного, не так много, как сейчас. И их все знали, и все их знают. Да вот они. Их даже в голову никому не приходило звездами называть. Просто вот это вот ребята, которые играют очень качественно, и они все такие вот кайфовые музыканты. Это песнеры, там, Ариэль, голубые гитары, поющие гитары, цветы. Это боги вообще. Ну, как-то вот так вот. Потом пошла вторая волна. Борис Борисович, там, ДДТ, там, Слава Бутусов, в Москве Гарик. Ну, как-то вот, как-то и то их звездами как-то еще не называли. Просто вот, да, есть такие вот музыканты матерые, которые, блин, рубят. Не, ну сейчас-то статус, видите, это как-то... А сейчас что-то звезды все стали. Да, совсем молодые, уже все как бы, я звезда. Да бог с ними, ладно. Расскажите нам лучше, поделитесь, как рождаются ваши тексты. Вот вы можете, например, сесть себя заставить, вот мне нам что-то написать. Не могу. Если бы я мог, я бы выпускал альбом за альбом. Я не могу. А как это происходит тогда? Да хрен его знает. Не знаю. Вот не знаю и все. Вот как-то раз и... И готово. Главное, что все это делается в течение, не знаю, там, десяти минут. Но муки творчества есть? Да нет, ни хрена. Оно как... Раз пришло и все. Пришло, записал, все, а потом ходи, еще десять лет мучайся, когда... Не то, что мучайся, а жди, когда придет. А так, чтобы сесть, как Владимир Владимирович Высоцкий садился, стоял перед собой белый лист бумаги и писал. Я так не могу. Еще была солистка Леночка, Да что училась поглаше. У нее была склонность к соглашению, Она была влюблена туда. У Данику нравилась Оля, Да что играла на его реке. А Оля слышал соло-гитариста, И иногда он же все пели. Как вы оцениваете своих почитателей, вашего таланта, своих слушателей? Да я не оценщик. Вы же знаете вашу аудиторию наверняка. Кто вас слушает, кто вас любит? Я знаю людей, которые сидят в интернете у нас на сайте, в гостевой. Я им отвечаю на письма. Не на письма, а на вопросы. Печатаю там и все. Но все равно портрет какой-то уже прорисовывается. Что это за люди? Они, ну вот это одни люди. Знаете, тут разброс-то очень большой на самом деле. Потому что те, кто приходили на нас в середине 90-х, они уже выросли. Так это ностальгия как раз. Они уже выходили замуж, понарожали детей, и они приводят своих детей. И сидят маленькие детки, слушают и нравятся. Они им поют перед сном там всякие наши песни. Детки под это засыпают. Получается такая обширная аудитория, да? Очень обширная. А если еще учесть, что в середине 90-х на нас ходили еще люди и от 50-ти и выше, то аудитория получается совсем вот такая. Огромная. Поэтому мне сложно сказать, что вот наша публика. Хрен ее знает. У нас очень хорошая публика, вот еще. А уж какая она там возрастная, у нее категория, не имеет никакого значения. У вас есть мысли по поводу, вот как долго вы собираетесь выступать? Какие-то планы вы устроите в этом отношении или нет? Это в нашей-то стране планы строить? Да вы что? Это в наше-то время. Да ну вы что, смеетесь? Нет, конечно. Как Бог даст, так и будет. Солнце встает, становится теплее. Хочется жить вечно, так где-то прокатал. Вновь не угодил в объятия Марфея. А главное в твари, объятья не попал. И мне не спится. Не спится. И мне не спится. Не спится. Вы живете в Питере? Да. А чем близок вам этот город? Почему не хотите перебраться, например, в Москву? Все-таки это центр. Ну, Москва и так уже там сколько народу живет еще. Куда я? Еще один приедет, и все, и она переполнится. И пойдут демонстрации протестов в ООН и нагородних, и столицы. Ну, какие-то амбиции определенные ведь, да, для человека? Или вы тоже от этого далеки абсолютно? Я столичная. Мне очень нравится в Питере. Мне очень нравится в Санкт-Петербурге. И я не хочу в Москву. Просто не хочу. Мне кажется, что в Санкт-Петербурге лучше. Несмотря на дурацкий климат. Но лучше. Не знаю. Чисто внутренне, да? Конечно, внутренне. Конечно. Я вот читала во многих ваших интервью, вы говорите о том, что вы домашний человек. А как вот это стыкуется с тем, что вы так много ездите, у вас так много гастролей? Ну, хорошо. Вот так я истыгую каким-то образом. Когда я дома, меня из дома не вытащить. Никуда. Все, я сижу и все, меня не трогайте. Но с другой стороны, сцена и концертная деятельность – это наркотик. Без этого никак. И без этого уже не обойтись. И я прекрасно понимаю, когда Лев Иосиф Давыдович говорит, так, все, у меня прощальный тур, я песню отдал, все спал, проехал, и все, смотришь, через год он опять. Кстати, я прекрасно понимаю, а наркоман со стажем. Потребность в этом? Конечно, конечно. Это, не знаю, это и физическая потребность, и моральная, то есть это все одновременно. Но люди подсаживаются на это, и все. Когда дома отдыхаете, чем занимаетесь? Какое ваше хобби может быть? К чему душа лежит? Ну, у меня дети, они как-то особо не дают расслабиться. Иногда удается это поставить в какую-нибудь пластинку и слушать одновременно с этим, гладить белье. Такая медитация получается. Вроде как и при деле, и сдернуть меня нельзя. А работа-то не сложная, стоишь себе с утюгом. Отдыхаешь? Конечно, конечно. Ну что ж, спасибо вам большое за участие в программе. Хочется пожелать вам успехов творческих. Всего самого-самого доброго. И вам того же самого. Спасибо большое. Не хворайте. Наша программа подошла к концу. Смотрите программу «Звезда в городе» на канале СТВ. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова А.Кулакова